Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с гостем в студии будем говорить о работе предприятий, которая входит в структуру Гомель обл. пищепрома. Присоединяйтесь. 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 Достаточно интересный проект в рамках Гомельского жирового комбината. Это проект, касающийся его энергетики. Сегодня достаточно большой удельный вес занимает в себестоимости структура топливно-энерготических ресурсов этого предприятия. Данный проект позволит снизить практически на 8% пунктов эти затраты. Он достаточно дорогостоящий, но вместе с тем мы надеемся, что сможем найти заинтересованных инвесторов и реализовать его. Также был ряд разных проектов, более мелких, но я думаю, что с учетом уже опыта участия в форумах, не всегда проекты выстрелят в первый год. Бывает даже через несколько лет появляются заинтересованные партнеры, которые изъявляют желание совместно реализовывать либо самостоятельно на территории нашей республики. Андрей Васильевич, вообще, насколько сегодня велик интерес иностранных инвесторов к предприятиям пищевой отрасли? Есть ли у Вас уже примеры налаженного долговременного сотрудничества? Интерес на сегодняшний день есть и в разных направлениях. Скажем так, активно, постоянно ведутся проработки вопроса по предприятиям винодельческой отрасли, потому что многие инвесторы, особенно европейские, это и Словакия, и Италия, и Испания даже, они, Молдавия, допустим, с Украины тоже, они просят поучаствовать в совместном проекте по розливу их вина. Понятно, что виноград в Беларуси в принципе не растет в том количестве или в том качестве, которое необходимо для виноделия. Мы сегодня уже опробовали первый розлив именно на виноградном виноградском и надежном заводе. Надеемся, что дальше мы сможем улучшить его и качество, и представленность на полках Республики Беларусь. Кроме того, достаточно часто иностранцы выражают интерес именно к консервной отрасли по переработке продукции, как местного, так и привозных овощей, фруктов. Но в основном этот интерес сводится только, скажем так, к довальческой схеме. Зачастую в определенный момент были попытки создания совместных предприятий или покупки наших консервных заводов. Но в последнее время в основном схему работы предлагают по довальческому сырью. Также, конечно, достаточно интересное направление – это и кондитерская, и алкогольная промышленность. То, что я озвучивал по жирокомбинату в плане энергетики, тоже интересуются инвесторы, просчитывают. Но, скажем так, мы готовы рассмотреть любые варианты. Отраск достаточно разнообразна, обширна. Она сегодня востребована, потому что продукты питания – это все-таки такой повседневный, имеют спрос. И я надеюсь, что мы все-таки сможем осуществить ряд из них. Уважаемые телезрители, я хотела бы сегодня услышать ваше мнение о продукции, которая производится в нашем регионе. 777-6845, номер телефона, мы в прямом эфире. И еще одно значимое событие в экономической жизни нашего региона – это международная выставка-ярмарка «Весна в Гомеле». В этом году предприятия отрасли смогли себя проявить на выставке? Безусловно. Мы ежегодно, традиционно принимаем участие. В этом году 7 предприятий участвовали в выставке. Площадь, которую мы занимали вместе, была более 70 квадратных метров. На сегодняшний день можно констатировать неподдельный интерес населения, потому что по отдельным, особенно наше кондитерское изделие, и «Спартак красный мазарь» выстраивает целые очереди. Мы смогли обеспечить, скажем так, выручку за один день на квадратный метр, там сопоставимую с продажами в гипермаркетах, где продают, извините меня, целый спектр, ассортимент продукции на этой выставке. Поэтому достаточно плодотворно поработали, услышали покупателей, какие-то их, может быть, предложения или замечания по продукции. В том числе гости форума, которые тоже и выставки весны, которые участвовали, смогли продегустировать и где-то обменяться контактами с нашими производителями. Ну и таким образом завязываются деловые отношения на будущее. Андрей Васильевич, а насколько успешно сегодня работают предприятия-отрасли с точки зрения выполнения ими показателей их работы? Конечно, сказать, что все гладко и хорошо нельзя. Вместе с тем, если говорить по итогам 2015 года, то предприятия промышленности произвели почти 3 триллиона продукций промышленного производства. Это порядка 107,3% к уровню 2014 года. При этом, наверное, один из самых основных показателей – это все-таки получение прибыли от реализации продукции. Она составила более 325 миллиардов рублей. При этом, надо сказать, что рентабельность сохранилась на уровне 2014 года, составив порядка 8% в целом по пищепрому. Как Вы оцениваете качество кондитерской продукции, которая производится в нашем регионе? Ответы гомельчан на этот вопрос далее в постоянной рубрике «Есть мнение». Я считаю, в Гомеле очень вкусные кондитерские изделия. Очень хорошо, добросовестно, доброкачественные, всегда свежие, всегда выбор хороший. Я очень посещаю такие магазины. Люблю кондитерские изделия, именно гомельские. Вот даже не знаю, от минских они отличаются в лучшую сторону. А сейчас я их редко покупаю, если честно. Я что-то перешла на минскую коммунарку. Вот с начинкой более как-то лучше. Очень много сахара и в пряниках, и в печенье. Это не нужно, это лишнее. Вот это такое замечание. Но в основном так оно удовлетворяет. А можете сравнить с тем, что раньше было? Раньше все было лучше. Все вкуснее было, все более-менее натуральное. Сейчас эти усилители, вкусы, они для здоровья очень верятны. Я являюсь постоянным покупателем нашей фабрики «Спартак». Также коммунарка. И очень нравится красный мазаранин. То есть зефири, качество отличное, кушать можно. Красный мазарянин мы очень любим, и дети очень любят. И качество хорошее. Нас все устраивает. Очень вкусные конфеты. Я люблю. Когда едем в Россию, я всегда покупаю их. Везу как гостиницы. Совершенно правильно. Супруга сказала, я ее полностью поддерживаю. Качество хорошее. Цена приемлемая. Так что вопросов качества у нас особо нет. У меня и сын живет за рубежом. Когда приезжают, так я детишкам покупаю только именно продукцию «Спартака». И я считаю, что она самозаслуживает свое внимание. Причем и качество неплохое. Мы продолжаем диалог. Говорим сегодня о работе предприятий «Облпищепрома». Андрей Васильевич, расскажите, пожалуйста, о том, как контролируется качество и безопасность продукции на предприятиях отрасли. Следует отметить, что предприятия пищевой промышленности имеют достаточно жесткие санитарные нормы, которые, естественно, соблюдаются сегодня на всех предприятиях везены системы ISO 9001 по контролю качества и выпуска продукции. На большинстве из них внедрена система ХАСП. То есть продукция предприятия отвечает всем мировым европейским стандартам качества и за ее натуральность, безопасность. Не следует беспокоиться. Бытует мнение, что добавки, которые сегодня содержатся, конечно же, содержатся в консервной продукции, в кондитерской продукции, что как-то они очень агрессивны. Вот ваше мнение на этот счет. Дело в том, что сегодня есть отдельные производители, которые, скажем так, вынуждены идти на определенное изменение рецептуры или, как вы говорите, в добавление каких-то консервантов и так далее. Но вместе с тем это вызвано, опять же, требованием самих потребителей. Они хотят продукцию, допустим, более дешевую или с более длительными сроками хранения. Это все, естественно, за собой влечет добавление различных добавок. Хотя на сегодняшний день я скажу, что наша продукция, производимая не только предприятием пищевопромышленности Гомельского региона, но и все стороны, она имеет достаточно серьезный бренд не только в Российской Федерации, основной наш потребитель по экспорту, но и во всем мире, и именно за счет своего качества. Потому что продукция в основном производится именно на натуральных ингредиентах высокого качества. И, естественно, это все подтверждается именно объемами реализации этой продукции, которые сегодня тоже превышают уровень прошлого года. Спасибо большое. Тему экспорта мы еще продолжим. А у нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Очень приятно, что вы затрагиваете темы, которые волнуют нас, потребителей. И хочется спросить, вот, знаете, отталкиваясь от известной поговорки о ложке дегтя в бочке меда, хотелось бы спросить, вот это добавление пальмовых и прочих масел, которое сделает тот же шоколад или мороженое несколько вязнущим в зубах и плохо тающим, не соответствует ли этой поговорке? Почему? Я понимаю, что это удешевление продукции, но, может быть, стоит сохранить те старые гостовские продукты, пусть они будут дороже, но мы будем знать, что это, во-первых, гарантированное качество и привычное нам, и даже, может быть, более полезное все-таки споры о вот этих добавках. То есть, вот как коня и ладить плести в одну упряжку, потому что цена и качество, ну, хотелось бы, пусть они даже будут различаться, но будет все-таки сохранено старое, доброе наше вот сливочное масло и продукция натуральная, которая так славится Беларусью. Спасибо. Спасибо большое, очень интересный вопрос. Андрей Васильевич, прошу вас. Ну, дело в том, что предприятие пищепрома, конкретно где может применяться, допустим, пальмовый маск, как задавали вопрос, это кондитерская, в первую очередь, отрасль масложировая, могу, соответственно, сказать, что мы не добавляем этих добавок, да, как бы, и выпускаем именно натуральные конфеты, печенье и так далее. Чем выгодно отличаемся от тех же в последнее время, там, кушавшиеся качества наших конкурентов, там, из той же Украины, отдельных производителей в России. То есть, да, у нас цена, вот действительно отметили, что на отдельные группы продукции, она немножко выше, но мы все-таки дорожим своим качеством, своим брендом, поэтому мы все-таки стараемся выпускать вот продукцию именно по тем, в том числе, старым ГОСТам, стандартам, да, есть отдельные виды продукции, новые, в том числе, вот как говорил потребитель, что слишком сладко сегодня даже на Спартаке, то есть мы видим проработку выпуска того же шоколада вообще без сахара. То есть стараемся максимально сделать разнообразную продукцию и полностью натуральную, какой-то немножко более там молочный тоже шоколад или просто горький шоколад, который с добавлением идет. То есть для разных слоев населения, для разного потребителя, то есть выбирать им. Скажите, пожалуйста, каким-то образом вы оцениваете группы товаров? Органическая продукция сегодня, пищевая, ценится во всем мире и во всем мире готовы за нее платить больше, зная о том, что действительно только натуральное сырье. И, как правило, у такой продукции более высокая цена и низкий, меньше срок хранения. Поэтому, конечно, для производителя не всегда это выгодно. Он должен быть уверен, что есть у него своя торговая ниша, которую он займет. Есть ли сегодня такая уверенность, что с качественной продукцией, с малым сроком годности, с достаточно высокой ценой мы сегодня будем конкурентоспособны на рынке? Уверенность есть. И сегодня есть там примеры, в том числе и в России, и в Европе. То есть отдельные виды продукции, которые действительно остались достаточно высокого качества, которые, как некоторое, тот самый вкус. То есть они сегодня пользуются спросом, они востребованы. Другое дело, что объемы выпуска этой продукции, они могут быть ограничены по мощностям предприятий. И для этого мы сегодня, скажем так, проводим определенные мероприятия по модернизации этих линий и так далее, чтобы увеличить эти мощности. Но всегда, я уверен, мы найдем свою нишу. Надо просто активнее предлагать себе, уметь продавать свою продукцию. Вот об этом давайте далее поговорим. Основной наш партнер – это все-таки Российская Федерация до сих пор. А где еще оценили гомельскую продукцию? Действительно, основной рынок сбыта, я имею в виду экспорта, у нас является Российской Федерацией. В целом он занимает порядка более 70%. Вместе с тем мы сегодня освоили более 30 уже стран. И за прошлый год экспорт составил предприятий пищевой промышленности более 54 миллионов долларов. То есть достаточно неплохая цифра. Сегодня продаем как в страны Евросоюза, в Америку, Канаду, в страны даже Африки. Освоили и китайский рынок уже сегодня, фабрика «Спартак». Уже начал отгрузки своей кондитерской продукции на, как говорится, в страну Поднебесье. И следует отметить, что достаточно успешно и будем продолжать работу в этом направлении. Конечно, надо расширять дальше географию наших поставок. Надо сегодня работать над улучшением, скажем так, работы маркетинговых служб. Потому что на внешних рынках нас, понятно, не ждут. Там очень жесткая конкуренция. И сегодня не только с качеством, надо заходить и с ценой. Для этого сегодня мы должны работать и над себестоимостью нашей продукции. Китай – интересный рынок, своеобразный. У них, мне кажется, достаточно такое от нас далекое чувство и вкуса, и отношение к сладостям. А что им понравилось? Они получили уже эту отгруженную продукцию? Да. На сегодняшний день первая партия ушла в самом начале года. Первый контейнер с продукцией фабрики «Спартак». Сегодня готовится уже следующая отгрузка. С учетом того, что это была первая поставка, понятно, был максимально широкий спектр продукции. И это была и конфетно-шоколадная группа, и бисквитная, то есть печенье, и вафельная группа. И, в принципе, на сегодняшний день сказать, что что-то там не понравилось или что-то не пошло, нельзя. То есть, в принципе, все устроило и по цене, и по качеству. Поэтому этот рынок дальше будет нами прорабатываться более уже активно, сильно. А вообще в целом, восточное направление, есть ли еще какие-то планы? Ну, естественно, мы максимально стараемся охватить разные рынки, в том числе страны и восточные, и азиатские. Есть, конечно, своя специфика, есть проблемы с логистикой. Тут нельзя сказать, что все-таки это далекий рынок. Определенные виды продукции, как мы говорим, если она качественная, она должна иметь, то есть она имеет ограниченные сроки хранения. Но вместе с тем нам удается сегодня реализовывать во все, можно сказать, уголки мира. Сегодня, чтобы оставаться на рынке, чтобы отвечать требованиям покупателей, которые становятся все более и более избирательным, нужно проводить своевременную модернизацию. Скажите, пожалуйста, как решают этот вопрос предприятия отрасли? На сегодняшний день, скажем так, каждое предприятие, в принципе, оно обязано заниматься своим развитием. Модернизация не только там станков, оборудования, линий каких-то, но модернизация и свои общие системы управления, качество менеджмента и так далее. Следует отметить, что за последние годы достаточно активно было инвестировано в предприятие пищевой промышленности. Более полутриллиона инвестиций вложено за последние несколько лет. Достаточно большую модернизацию провело предприятие «Мозрь-Соль», «Спартак» тоже. Появились новые, мы помним, несколько лет назад появились первые вот эти батончики с нугой и карамелью. На сегодняшний день заканчивается, точнее, уже в принципе введена линия новая вафельная на «Спартаке». Сегодня идет модернизация на «Красном Мозырянии». Там завершается реализация проекта по выпуску пастилы и иных видов продуктов. Там достаточно интересные будут новинки появятся предприятия. Алкогольные отрасли также не стоят на месте. То есть сегодня задача любого руководителя на предприятии идти в ногу со временем и не отставать. Потому что имея новый вид продукции, новую упаковку, новое качество, какой-то новый вкус, то есть население сегодня, вкусы у населения меняются. Даже люди приезжают из-за границы, там попробуют какие-то новинки, они хотят видеть аналогичную продукцию наших производителей. И мы стараемся как бы идти в ногу со временем. Продолжение этой темы далее в сюжете. С ходом модернизации на некоторых предприятиях познакомились наши корреспонденты. Давайте посмотрим. Продолжение следует... На сегодняшний день продукция завода отмечена более чем 100 медалями и удостоена 14 гран-при. Однако на достигнутом не остановились и разработали рецептуру вина, которая до этого в Беларуси не производилась, белая, красная и розовая пулисье. Именно так, с ударением на последний слог и на французский манер. В зависимости от цвета, в основе яблоки, черноплодная рябина и вишня. Оказывается, и из белорусских даров можно производить натуральную продукцию без спирта и красителей. Это вино отличается тем, что оно натуральное. Здесь не добавляется спирт, никакой. Здесь спирт естественного наброда, то есть с того составляющего букета, который находится в ягодах, в плодах. Тот сахар, та кислота, те все пектиновые дубильные вещества, все они влияют на букет вина. И в этом натуральном фруктово-ягодном вине спирт не добавляется, ректификат, а здесь только спирт естественного наброда. Модернизация производства и внедрение современных технологий в открытом акционерном обществе «Спартак» началась в 2013-м с установки в конфетно-шоколадном цехе современной линии. Тогда предприятие освоило выпуск совершенно новых импортозамещающих сладостей. Очередной этап модернизации завершился вводом в эксплуатацию нового вафельного цеха. Проект реализован согласно инвестиционному договору между предприятием и Гомельским облсполкомом. Его общая стоимость, включая закупку оборудования и проведение ремонтных работ, составила 10 миллионов евро. За счет применения новых технологий, выпечки вафельного листа и производства начинок, автоматизированная линия позволяет выпускать востребованную конкурентоспособную продукцию. Рецептуры наши разработаны нашими технологами. И есть еще рецептуры с унифицированных сборников. А также старые рецептуры, которые много-много лет выпускались. Вафельный цех старый 1974 года, вот в течение 40 лет выпускались вафли. И также эти рецептуры отработали на новой линии. По причине того, что на спрос на вафельную продукцию не оказывают влияние сезонные предпочтения, как, например, на шоколадные конфеты, данный вид продукции изготавливается в течение всего года при полной загрузке мощности. Кроме того, новая линия предполагает стопроцентную автоматизацию производства, что ведет к увеличению объемов производства. Общий объем производства вафельных изделий вырос на 20%, что составит около 1000 тонн за год. Это даст нам возможность завоевать весомую долю зарубежного рынка. Прежде всего мы рассчитываем на нашего стратегического партнера Российскую Федерацию, а также на рынки Китая, Грузии и Монголии. Генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Гомельоблпищепром» Андрей Демидовец сегодня гость нашей студии. И мы продолжаем диалог в прямом эфире. Андрей Васильевич, а как Вы оцениваете обновленную продукцию «Спартака»? Ну, достаточно положительно. Конечно, оценивать в первую очередь должны покупатели. И сегодня можно отметить, что оценивают они ее положительно. Потому что новая продукция, как и линия по батончикам и вафли, которые сегодня пользуются спросом, и предприятия сегодня максимально, грубо говоря, эти линии загружены. Сегодня торговые организации, они просят отгрузировать эту продукцию в первую очередь, потому что она пользуется спросом населения. Эта продукция уже, она новая, она достаточно интересная. То есть, это линия, которая по нуге может выпускать как батончики, так и мюжли, которые все полюбили с разными начинками. Новая вафельная линия достаточно, скажем так, интересна тем, что позволяет делать вафли с разной начинкой в одной, то, что старая не позволяла. Причем, тоже следует отметить, как говорится, интерес покупателя в том, что старая линия продолжает работать параллельно с новой. То есть, такой спрос на эту продукцию. А на внешних рынках? На внешних рынках я скажу, что, допустим, наши батончики, которые и мюжли, они занимают порядка 30%, точнее, 15% в отгрузках на экспорт, а вафли наши занимают около 30%. То есть, это, грубо говоря, половина, а это вот две новой линии. Скажите, пожалуйста, есть ли планы у предприятия в будущем еще какие-то подготовить? Сюрпризы для сладкоежек? Ну, дело в том, что предприятия «Спартак», как и другие, естественно, имеют планы мероприятий по дальнейшему своему развитию. Планируется осваивать различные линии. Причем, эти планы заставлены на рубри на 5-10 лет вперед. И сегодня эта работа уже, скажем так, ведется. Ну, и пусть останется, скажем так, таким сюрпризом для покупателей, когда выйдет новая продукция наших известных предприятий. То есть, пока интригу выдерживаете. Периодически в мировых СМИ появляются такие панические новости о проблемах с сырьем для шоколада. И, соответственно, что это влечет за собой повышение цен на нее. Каким-то образом ощущается ли это нашими предприятиями кондитерской отрасли? Есть ли проблемы с сырьем, с его количеством или качеством сегодня? Сегодня, что касается конфетно-шоколадной группы, которую выпускает фабрика «Спартак», безусловно, мы зависим от внешних поставщиков какао-бобов, потому что, понятно, какао не растет в Беларуси. И дело в том, что по отдельным группам продукции удельный вес этого сырья в ценовом выражении составляет от 40 до 60%. Естественно, взлеты или неурожай на мировых рынках колобов, то есть он отражается и на конечной цене продукции. Но мы сегодня максимально предпринимаем все меры для того, чтобы за счет каких-то других мероприятий снизить затраты по выпуску, снизить себестоимость, сократить какие-то издержки иные, топливно-энергетические, снизить стоимость упаковки, еще чего-то, и тем самым хотя бы как-то постараться нивелировать и выдержать цену, которая приемлема для нашего покупателя. Нужно отдать должное, конечно, цену удается удерживать достаточно демократичной. Андрей Васильевич, у нас есть вопросы от телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я прошу прощения, у меня возник еще один маленький подвопрос. Пожалуйста. Который касается вот чего. Значит, когда мы гуляем по городу и с детьми, и с внуками, и даже сами, мы можем купить сок, который продается с трубочкой, и тут же его выпить, да, маленькую упаковку. Но почему-то этого нет с нашим молоком или кефиром. Будь даже вот эти детские упаковки, но они дороговаты. Может быть, есть смысл наладить так-то индивидуальные упаковки, маленькие хлеба, маленьких булочек, маленькие молока, кефира. Это касается молочного и того, что вот вы уже обсуждали. Потому что если это хорошо, но это плоткое. А я знаю, что за границей и в Японии продают уже вареные пельмени завакуумированные, уже пожаренные котлетки какие-то. Может быть, из-за шашлычки можно нанизать, упаковать и продавать. И очень же вотрепещущий вопрос у меня, как у хозяйки и у моих подруг, с рыбой. В свое время было много рыбы горячего ковчения. Знаете, многие не покупают ее, потому что дома потом запах. Если бы взял на себя тот наш любимый производитель, готовить рыбу, я думаю, что спрос был бы огромным. Но вот такие три маленьких вопроса. Спасибо. Спасибо большое. У вас потрясающий талант маркетолога. Правда, Андрей? На самом деле, да. Конечно, что касается индивидуальной упаковки и так далее, действительно, сегодня нам есть над чем работать. Но я, конечно, не могу ответить за своих коллег, за мой самолочный холдинг. Вместе с тем, я обязательно передам руководству холдинга эти вопросы. Но мы тоже сегодня идет тенденция к тому, чтобы выпускать продукцию в более такой мелкой, штучной упаковке. И мы сегодня, ну, скажем так, в позиции догоняющих от мировых производителей. Мы видели сегодня в гипермаркетах или в простых даже магазинах, когда сегодня наши конкуренты, мировые бренды, там, Альпингольд, продают шоколадки в таких небольших каких-то упаковках и так далее. Мы сегодня уже идем по этому пути. Мы тоже начинаем это делать. И действительно, это вот правильно замечено, что это вопрос нашей работы, наших служб, маркетологов. Мы сегодня, получается, ну, недорабатываем, может быть. Нам надо быстрее учиться и перенимать этот опыт и внедрять его в наших предприятиях. А возможность побывать на стажировках на ведущих предприятиях отрасли за рубежом есть сегодня у маркетологов? Ну, вы же поймите, что ни одно предприятие, да, цель предприятия какая? Зарабатывать деньги максимально, да. И сегодня никто свои секреты не хочет выдавать. Хотя, конечно, мы стараемся в то же время, когда, допустим, визиты официальные, там, а то бы с полкома или еще как-то, гуру с полкома или правительства, мы сегодня стараемся с ними ездить, чтобы попасть на те предприятия, которые будут водить, чтобы посмотреть, а как у них, поучиться у них, что у них передового. Потому что, на самом деле, ну, успешен только тот, который принимает, да, мировой опыт и внедряет его как можно быстрее. Ну, я думаю, что и у нас сегодня тоже есть с чем поучиться. И таким шансом наверняка делегации, которые у нас на предприятиях бывают, тоже пользуются. Естественно. Андрей Васильевич, вот, кстати, к вопросу нашей телезрительницы. А что касается сока, выпуск его в маленьких упаковках вообще, насколько реален? По соку тоже ситуация, это не такая уже простая у нас. Да, дело в том, что сегодня в Республике Беларусь есть достаточно низкокрупных производителей сока. И самоходовой, естественно, порядка 90, наверное, 3% в общем объеме реализации сока, да, через торговлю, это сок в тетрапаке. То есть литровый, полтора, двух, и в том числе маленький 0,2, 0,25. И, ну, можно сказать, что эти бренды монополизировали рынок. То есть всем известны сочные там и другие, да. Сегодня Савушкин занялся тоже выпуском сока. Увы, в Гомельской области ни одно из консервных предприятий сок не выпускает именно в тетрапак. Мы сегодня в основном ориентированы на выпуск сока в стеклянной таре. И в основном этот сок идет для обеспечения бюджетных организаций, школ и садики, потому что есть соответствующие ГОСТы и санитарные требования. Вот. Конечно, мы ведем сегодня проработку данного направления. И даже разработан нами отдельно проект по внедрению линии универсальной порозливого соков и нектаров в разные виды упаковки. То есть это и PET-бутылка, и стеклянная бутылка, и такой достаточно, можно сказать, премиум-сегмент и различные емкости. И маленькая, и большая. Вообще, какие планы у Вас в связи с производимой модернизацией на всех предприятиях отрасли по выпуску новых видов продукции? Ну, как я уже говорил, предприятия регулярно, скажем так, не то что регулярно, они постоянно отслеживают тенденцию на рынке Республики Беларусь и на внешних рынках. И, естественно, ставить свою задачу внедрять те технологии или те линии, которые позволяют производить современный качественный продукт. И тем самым обеспечить себе и нишу на этом рынке, и, как говорится, предпочтение потребителей. Поэтому тут уже все индивидуальное. Какие дальнейшие перспективы работы винодельческих предприятий в связи с прекращением выпуска плодово-ягодных вин? Действительно, вот в сюжете правильно показали, сегодня достаточно известный Гомельский медицинский завод, он на сегодняшний день до сих пор занимает достаточно большую долю рынка Республики Беларусь, больше 12%. Оказался в достаточно непростой ситуации, с учетом, опять же, закредитованности, достаточно больших налогов именно на плодовое вино, которое идет крепленное. И мы сегодня ушли немножко в другую нишу. Мы разработали первую в Республике Беларусь технологию именно по производству натуральных вин, которые поставили на такой поток, скажем так. Понятно, предприятие сезонное, и очень сильно мы зависим именно от того, как мы сработаем в сезон, заготовим качественные виноматериалы. Мы начали выпускать новые фруктовые вина, новые марки, скажем так, этих натуральных вин без добавления спирта. В свою очередь, это повлекло повышенный спрос населения, и сегодня мы ограничены даже в своих, скажем так, мощностях по выпуску этой продукции. И планируем, то есть, естественно, расширяться. Андрей Васильевич, к сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже подошло к завершению. Спасибо вам за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Генеральный директор коммунального унитарного предприятия Гомель Облпищепром Андрей Деменовец был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...